Влияние животного белка на гормоны стресса, тестостерон и беременность Диета с большим содержанием белка во время беременности. Полезна или нет? Вопрос, на который ответили около 40 лет назад в позорном Гарлемском исследовании в 1976 году. Рандомизированное исследование пищевых добавок во время беременности на бедном черном населении. Это исследование началось в то время, когда только предполагался недостаток белка в диете бедных людей. Если бы они проанализировали диеты до начала исследования, они бы поняли, что это не так. Но зачем позволять фактам вставать на пути у предположений? Поэтому они разделили бедных черных беременных женщин на три группы и давали им по 40 грамм животного белка в день. То есть несколько банок белкового коктейля, 6 дополнительных грамм животного белка и никакого дополнительного белка. Давайте посмотрим, что будет. Группа с большей дозой белка страдала крайне ранними преждевременными родами с детской смертностью, а также значительной задержкой в росте у детей, которые выжили. Больше белка означало больше недоношенностей, больше смертей, а также больше задержек в росте. А когда дети выросли, прием животного белка во время беременности стал связываться с ожирением у детей во взрослой жизни и с высоким давлением. Дети тех матерей, которые, согласно отчетам, ели больше мяса и рыбы, имели более высокое давление во взрослой жизни. Это были данные очередного провального вмешательства в диету, во время которого матерям рекомендовались едать полкило мяса в день. Ускоренный набор веса и высокое кровяное давление, возможно, имеет место из-за химикатов, вызывающих ожирение, которые содержатся в мясе, как я говорил ранее, или повышенной выработки животного белка гормоном роста ИФР-1, или из-за стероидного гормона стресса под названием кортизол. Один прием пищи, богатый животным белком, может почти удвоить уровень гормона стресса в крови за полчаса после употребления. Намного больше, чем порция, в которой содержание белка ближе к рекомендуемому. Дайте кому-нибудь порцию крабового мяса, тунца или творога, и уровень гормона стресса сразу возрастет. Но если вместо этого дать суп и тушеные овощи с рисом, уровень гормона стресса падает после еды. Теперь представьте, что вы едите мясо, рыбу, молочную продукцию на завтрак, обед и ужин день за днем. Вы можете хронически стимулировать вашу реакцию на стресс и увеличивать содержание вазоактивных гормонов, которые повышают давление. А повышенное содержание кортизола связывается с риском повышения уровня инсулина в крови, триглицеридов и холестерина. Возьмем мужчин на высокобелковой диете – мясо, рыба, птица, яичные белки – и посадим их на высокоглеводную диету из хлеба, овощей, фруктов, вредной сладкой пищи. Их уровень кортизола упал почти на четверть в течение 10 дней. В то же время их уровень тестостерона возрос на столько же. Высокобелковые диеты подавляют тестостерон. Поэтому, если посмотреть на мужчин на растительной диете и каждый день давать им есть мясо, их уровень тестостерона уменьшится, а некоторых эстрогенов поднимется. Вот почему у бодибилдеров такой низкий уровень тестостерона. Это не из-за стероидов, о которых все говорят. Если вы посмотрите на тех бодибилдеров, которые не используют стероиды, у 75% понижается уровень тестостерона за несколько месяцев до соревнований. Уровень тестостерона понижается больше, чем наполовину. Достаточно, чтобы это было ненормально для мужчины. Иронично, что они едят белок, чтобы выглядеть мужественно снаружи, но он делает их все менее и менее мужественными внутри. И в общем, с точки зрения ожирения, сокращение уровня тестостерона может повысить риск увеличения веса. Вы набираете жир. На самом деле есть болезнь, которая вызывается повышенным уровнем кортизола. Называется синдром гиперкортицизма. И в случаях этой болезни человек становится очень тучным. В основном это белые. Даже у женщин с нормальным весом хронический стресс, хронический высокий уровень кортизола может привести к ожирению. А если они беременны, высокобелковая и низкоуглеродная диеты могут повысить уровень кортизола у мамы, что может привести к несоответствующему воздействию кортизола на плод, что в свою очередь может повлиять на развитие плода, на перезапуск их ответной реакции на стресс, что приводит к повышенному уровню кортизола в течение всей жизни, что может иметь серьезные последствия для здоровья, которые останутся на всю жизнь. Вот что было обнаружено. Каждая ежедневная материнская порция мяса и рыбы на 5% повышала риск повышенного уровня кортизола у их детей 30 лет спустя. А потребление зеленых овощей, наоборот, этот риск снижало. Большее потребление мяса и рыбы, 3 порции в день вместо одной или двух, вызывало значительное повышение уровня кортизола. Но употребление зелени каждый день в некоторой степени снижало эту чрезмерную реакцию на стресс. А дети тех матерей, которые ели много мяса во время беременности, не просто живут с повышенными уровнями гормонов, но также более негативно реагируют на любые жизненные ситуации. Если подвергнуть их тесту Триера, который предполагает публичное выступление перед комиссией судей, а затем публичное решение математического примера, проявляется уровень гормонов у тех мам, которые ели меньше двух порций мяса в день, по сравнению с двумя и тремя ежедневными порциями. Перед началом теста две группы матерей с меньшим уровнем потребления мяса начали одинаково, просто вышли, но их реакция на стресс была очевидна, уровень кортизола поднялся. В реальной жизни после такого стресса, если вы поставите перед человеком фрукты и овощи, против жирной сладкой успокаивающей еды, например, шоколадного торта, угадайте, кто съест меньше овощей и фруктов? Те, у кого хронически высокий уровень гормонов стресса. Кортизол указывается в качестве фактора, влияющего на прием пищи, даже когда вы не голодны. Так что неудивительно, что прием животного белка во время беременности может привести к ожирению у их детей в дальнейшей жизни, а может даже у их внуков. Вот как может расшататься механизм реакции на стресс. Последние свидетельства предполагают, что отрицательные последствия могут не ограничиваться одним поколением. Диета беременной матери может повлиять на развитие и риск возникновения заболеваний у их детей и даже внуков. Безусловно, эти открытия могут пролить свет на стремительно растущие эпидемии диабета, ожирения и заболеваний сердца. Субтитры создавал DimaTorzok